Ребята, нам нужно его охранять, чтобы его... О-о-о-о-о-о! Типа, поспи, поспи. Он с букетом говорит, пойдем на свидание, мальчик. Не пойду я с тобой на свидание, ты лысый, толстый, барби. Вот, вот этих всех людей он собирался использовать для своих опытов. Они живые, не живые, мы не знаем. А вот эта комната, скорее всего, для нас предназначена. Фоткаем. Чик-чик. Так, как там у нас свинка получилась? Хорошо? Левая особенно. Улыбается? Алло, полиция, дядя Митя нас на свидание хочет пригласить, но мы не хотим. Приедьте, пожалуйста, пристрелите его нафиг. Спасли мы нашу девочку Амелию. Выносим, она чуть живая. Говорит, я стесняюсь вас. Я такой весь розовый и очень стеснительный, как девочка. Дядя Митя у нас, короче, записался на маникюр. И свинья ему это делает. И на парикмахерскую, да. А срежет его свинья, красит ногти тоже. Ты вчера была барби, а теперь тебя повысили. Аж до Кена. Да, аж до Кеши. Дядя Митя, иди заколочки тебе заплетем, а то у тебя на голове бардак какой-то, и волос ни одного. Горька, покатаешь нас? Я веселый. Мы за дядей Митей занимали очередь на маникюр, так что теперь нам делай. Хорошо, Горич, я сделаю. Иди к нам на свидание, дядя Митя, мы тебя ждем. Красавчик. Блин, букет помялся. Да смотри это видео до конца, и напиши в комментариях, сколько раз и в какое время появился в серии Котик. Первые правильные комментарии мы покажем в следующей серии. А ты сможешь подписаться и поставить лайк за три секунды? Раз, два, три. Молодец, спасибо, ты настоящий искатель приключений. Мистер Мит стал Барби. Всем привет. Привет, друзья. В общем, канал Решка Плей. Ребята, мы спасаем девочку Амелию, которую мистер Мит поймал. А нас он пригласил на свидание, потому что он остался с девчонкой Барби. И мы к нему сейчас приезжаем в его розовый дом с розовой шаурмой и розовыми свиньями. Поехали. Так, ребята, не забываем. У нас у меня списывается вон туров. Мы на свидание с ним, конечно, не хотим идти, но нам нужно спасти девочку. Ребята, у нас очень важная миссия. Да смотри, это серия до конца будет очень круто. Поехали. Так, мы приехали. У нас сразу с вами есть ружье. Мы сегодня вам покажем все возможные способы сбегания от нашего дяди Мити Барби. Так, полиция еще не приехала? Чего он не идет? Дядя Митя, ты где там? Мы к тебе пришли. Мы типа с тобой на свидание хотим. Ты идешь к нам? Снеговиков еще пораставлял. Новый год у тебя что ли? Ребята, Новый год еще у дяди Мити еще празднует. Так, друзья. Алло, так, если ты... Стекло разбилось. Кто-то стекло разбил. Если ты не хочешь к нам идти, тогда мы к тебе придем. Боже, а машина, кстати, не розовая. О, пошел. Куда ты ушел? Вот тут. А он ходит, говорит, я стесняюсь вас. Я такой весь розовый и очень стеснительный, как девочка. Развернулся, ушел. Придурочный. Мистер Мит, ты маникюр сделал? Какая ты нафиг девочка? У тебя башка лысая. Где ты волосы потерял? Куда тебе заколочки закалывать? Мы не знаем, друзья. Вообще, красот... Короче, красотуля, но не до конца. Так, ребята, берем гвоздодер. Нам сейчас он понадобится для того, чтобы с вами пробраться на крышу. О, пришел. Слушай, сапоги почистил. Ничего себе. Красивые такие сапоги стали. Дядя Митя, ты когда хочешь, ты можешь быть даже очень симпатным. Ну, симпатичным в смысле. Так, побежали, ребята, на крышу. Нам нужно выбраться. Нам нужно с вами открыть дверь с девочкой, которая находится возле лаборатории. На заднем дворе его дома. Так, что тут у нас еще есть? Давайте посмотрим. Ничего нету. Короче, погнали вылазить отсюда. Выходим. Ребята, сейчас мы с вами залезем на дерево. И поймаем какого-нибудь кота. Шучу, никаких котов там нет. Так, вылазим. Все розовое, двор розовый. Боже, какая красота. Мистер Мит, прям душка. Красавчик. Так, тут у нас патрончики есть. И нам с вами сейчас, ребята, забросим гвоздодер под дверь. И нам нужно с вами найти зеленый ключ, который нас выведет на задний двор. Где у нас бегает... Гвоздодер? Гвоздодер, да. Где у нас бегает свинья Борька? Сейчас мы найдем с вами ключик. Дядя Митя, ты где? Под номером 13. Ребята, по одной из версий, что случилось с мистером Митом, почему он проводит эти опыты над животными и над людьми. У него погибла жена, а дочь его попала в аварию. Очень сильно разбилась на машине. И чтобы ее спасти, он вынужден собирать людей и вылавливать детей. И проводить над ними опыты. И может быть тогда ему удастся каким-то образом восстановить поврежденные органы его дочери. Ребята, мы с вами взяли зеленый ключ. Что-то он не сильно зеленый. Ну, в общем-то, да, зеленый. Так, открываем дверь. Дядя Митя, ты что там, спишь? Или ты ногти... А, он же на маникюр записался. Точно. Дядя Митя у нас, короче, записался на маникюр и на парик... И свинья ему это делает. И на парикмахерскую, да. Острижет его свинья. Красит ногти тоже. Так, вот наш Гвоздодер, что-то его потерял. Искал, искал, не мог найти. Алло. Так, забегаем. Борька! Борька, ты где? Не бежишь. Номер 12. Гвоздодер нам еще, ребята, вот в этом месте с вами нужен. И все, и больше он нам с вами не нужен. Где он? Боря! О, идет! Ты нас хочешь угостить? Ля, он с букетом говорит. Пойдем на свидание, мальчик. Не пойду я с тобой на свидание. Ты лысый, толстый, Барби. Кен. 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 А, мы, короче, Кен. Мы поняли, ребята, мы с вами сегодня играем за Кена. Вау! Блин, а спрыгивать боится. Боится ножки поломать. Барби, ты слышала? Ты вчера была Барби, а теперь тебя повысили аж до Кена. Да, аж до Кеши. Все, ребята. Так, берем, друзья, плоскогубцы. Короче, как по нашей версии, у нас мистер Мит Кеша. Друзья, мистер Мит у нас дядя Митя, не обзывай его, а то он обидится. Он и так уже Барби, ему и так обидно. Ногти красить, подстригаться, думаешь, легко это перекусываем. Друзья, нам еще с вами нужно перекусить провод на двери. Побежали. Вон он ходит, стоит, красуется перед зеркалом. Ой, какой же я красотка. Милаха и красотка. Так, друзья, вот тут у нас еще, по-моему, да? Да, точняк, все. Есть, пробрались. Борька! Борька, выходи. Ты уже закончил делать маникюр и стричь нашего дядю Митю? Да. Он уже красавчик? Да, закончил. Борька, покатаешь нас? Я веселый. Мы за дядей Митей занимали очередь на маникюр. Так что теперь нам делай. Хорошо, Харик, сейчас сделаю. Ля, ушел, обидится. Номер 13. Говорит, у вас денег нет, я вам ничего делать вам не буду. Я буду лучше валяться в грязи. О, стоит. Ай-яй-яй-яй-яй. Ой-ёй-ёй-ёй. Ё-моё. Ай-яй-яй-яй-яй. Что же тебе там подстригать, если у тебя на голове-то волосы нет? Ё-моё. Или тебе свинья все застригла? Что за люди эти свиньи? Вообще ничего от них ожидать хорошего нельзя. Все волосы съели. Так, ребята, нам с вами нужно взять ключ. Они голодными были. Ручку от двери девочки нам нужно с вами взять. Потому что мы сейчас ее будем в ванну окунать. Какую-то фигневую ванну. С какой-то кислотой. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Барби-герл. С какой-то кислотой. И чтобы мы не обожгли руку, нам нужно взять с вами перчатку. Где ванна у него? Боже, какая ванна красивая. Так, берем. Друзья, все розовенькое. Блин, зеркальце, все на свете. Красавчик. Дядя Митя, иди заколочки тебе заплетем. А то у тебя на голове бардак какой-то. И волос ни одного. Так, побежали, побежали. Он сделал вот так вот, когда нас увидел. Да. Пугает нас. Еще не хватало. Борька, фас на своего мистера Митта. Борька, фас. Куси, куси его. Борька, куси своему мистера Митта. Куси, куси, куси. Лера, мы от багажника ключ брали еще или нет? Нет. Нет, не брали. Так, значит, сейчас надо сходить взять. Обязательно. Все, берем транквилизатор, чтобы, если что, нашего дядю Митю или нашего дядю Борьку положить спать. Дядю Борьку. Ну, а вдруг он прибежит. С это хвостиком будет вилять и языком припать. Так, прибегаем. Где ключ от машины? Вот он, вот он, вот он, друзья, берем. Все, ребята, мы сейчас в багажнике с вами возьмем и всунем в тиски коробку. И там у нас будет, скорее всего, ключ какой-то. Да стоп. Может быть, даже синий. Тихо. Где он? Дядя Митя, там это, Барби по телеку началось. Иди смотри. Где? Где по телеку? Да у меня же телека нету. Что вы меня, говорит, дурите? Пришли тут в мой дом. Свиньё обижаете, меня обманываете. Никакого у меня телека нету. Блин, подарить надо ему телек. Слушай, как он живёт? Я не знаю вообще. На Валеришку подписывайся, будешь смотреть по ноутбуку. Так, есть. Всё-таки синий ключ, друзья. Отлично. У меня тоже нету ноутбука. Да у меня ничего нету. У меня только стиральная машинка есть. Две стены. Стиральная машинка и москвич в гараже ржавый. Ведро с гайками. Две двери. Борька и снеговичка. И лаборатория, ребята, которую мы сегодня должны с вами рассекретить. И доложить нашему дяде полицейскому, которого мы с вами скоро вызовем. Так. Но пока что не вызовем. Пока что так. Всё, у нас всё готово. Да? А, не, код ещё нужен. Точняк, друзья. Нам с вами нужен пароль, который у него за зеркалом. Сейф. И пароль у нас... Заметил, язычком делает. Да не пойдём мы с тобой на свидание. Не ходи за нами. Делает вот так. Да, пугает нас. Ты, дядя Митя, такой придурочный, что мы с тобой на свидание не хотим. Придурок, уходи. И ходишь почему-то с мясом. Хоть бы цветы там взял в руки. Или конфеты шоколадные. Так, берём ружьё. Надоел ты нам. Прибабахнем сейчас его. Так, пулькум. Опа. Пошли. Где ты? Иди сюда. Are you ready? No! Иди к нам на свидание. Дядя Митя, мы тебя ждём. Красавчик. Блин, букет помялся. Ё-моё. Мистер Митя, да у тебя же букета нет. Да, помялся. Ничего себе. Жаль, конечно, друзья. Ну, что делать? Так, ребята, нам сейчас код нужно найти обязательно. Ребята, у вас бывало когда-нибудь такое? Помялся букет, которого нет. Чудеса. У него леечка милая. Так, друзья. Походу, Кот писал точно он. Или Борька ему помогал. Борька писал левой своей ногой, я знаю. Только так можно так криво написать. Молотком. Так, ребята, разбиваем. О, алло, полиция. Дядя Митя нас на свидание хочет пригласить, но мы не хотим. Приедьте, пожалуйста, пристрелите его нафиг. Всё, мы не хотим с вами разговаривать. Разбиваем. Вот, сей. Отлично. Так, пароль. На горшке сидел? Карл. Отлично. Взяли красный ключ. Всё, друзья. Нам теперь прямой путь до девочки. Неужели мы всё собрали, чтобы её спасти? Так, ребята, когда мы тут пригрохиваем дядю Митю, у нас лежит аж целых две минуты. Это очень классно. О, полицейский приехал. Дядя полицейский, ты шапку забыл в машине, голову простудишь. Будешь лысый, как дядя Митя. Бля, он что-то жвачку жует. Борька тебе как обычно сострижается. Он говорит, мне нужны какие-то доказательства, чтобы арестовать мистера Мита. Какие тебе нафиг доказательства? Тут у него свиньи бегают. Он в розовой футболке ходит, лысый, с губами накрашенными. Какие тебе ещё нужны доказательства? Он прибасывает. Я знаю, какие. Всё, ребята, заходим. Ему надо показать этого свиньерку. Всё, есть. Спасли мы нашу девочку Амелию. Выносим. Она чуть живая. Друзья, всё. Уходим. Дядя Митя лежит. Не храпит там хоть? Вот, ребята. Вот такая вот первая концовочка. Сейчас он выбежит за нами. А зачем ему полицейского позвали? Ну, сказать, что он нас на свидание хочет пригласить. Чтобы он ему пристрелил. Потому что... Бля, он вышел. Нет! На свидание со мной не пошёл. И девочку ещё и забрал. Ребята, и второй вариант сбегания. Мы с вами берём камеру. И сейчас мы с вами сфотографируем лабораторию. И покажем фотографии полицейскому. Фотоаппарат у него лежит, где фотографии его семьи. Скорее всего, то его жена и дочь у него на столе в комнате. Фоткаем. Чик-чик. Так, как там у нас свинка получилась? Хорошо? Левая особенно. Улыбается? Да. Вроде да, улыбается. Да, друзья. Всё нормально. Фотки зачётные понесли полицейскому. Дядя полицей... О, шапку одел, молодец. Смотри, мы тебе тут фотки свиней принесли. Говорит, я вам не верю. Мне нужно пойти проверить. Ты чё, баран? Ты не веришь? Мы тебе фотографии показали со свиньями и людьми в камерах. Пошёл. Ребята, нам нужно его охранять, чтобы его... О, ой-ой-ой-ой. Тихо. Поспи, поспи. Подожди. Не мешай нам. Не мешай нам. У нас тут опыты. Сейчас нужно полицейского... Вот, смотри, видишь? Всё как на фотографиях. Всё как мы тебе показывали. Не придуривайся, что ты слепоглухонемой. Куда ты пошёл? Пошли всё арестовывать. Нам нужно привезти полицейского к мистеру Миту. Вот, смотри, лежит он. Смотри, сопит, храпит. Не пусай, Барби. Он напитится, может... Так, друзья. Всё. Это концовочка. Вот, вот этих всех людей он собирался использовать для своих опытов. Они живые, не живые. Мы не знаем. А вот эта комната, скорее всего, для нас предназначалась. Если бы он нас поймал. Всё, ребята. Не пусай, Барби. Ижи больно. Полиция. Она свои ноготочки только высочила. Полиция, друзья, побусала нашего Барби и увезла на машине. Погрузила в багажник и посадила в тюрьму, друзья. Вот такая вот страшная, грустная история про нашего дядю Митю Барби. Ребята, не переодевайтесь в Барби. Это очень плохо кончится. Поддержи лайкосиком это видео, друзья. Подписывайтесь на наши каналы. Валеришка Фэмли. Валеришка Макс. Валеришка Геймс, друзья. Валеришка Сим. Все ссылочки в описании. Кто ещё на какой не подписан. Мы вас очень любим. Мы вам самое лучшее. Всем пока-пока. Для вас стараемся. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok